Приветствую друзья! Сейчас хочу вам рассказать о своих понятиях такое явление как глобализация. Мы часто слышим, что существует на Западе движение антиглобалистическое. Что это такое? Почему люди начинают бастовать, чуть ли не революции делать из-за того, что бизнес укрупняется до наднациональных процессов. То есть начинаются появляться сети, торговые сети, которые существуют в Англии, в Америке, в России, в Китае, везде. Они существуют везде. Они создают фирмы, которые на местах производят определенную продукцию и продают ее в этих сетях. Также они привозят продукцию, созданную в странах, где рабочая сила стоит дешевле. И есть возможность покрытия транспортных расходов, распространяя эту продукцию дешевую, созданную там, где заработная оплата ниже, по всему миру. То есть что в этом плохого? Ну, как бы, организация дешевых товаров для народного потребления везде, во всем мире – это хорошее дело. То есть мы идем в гипермаркет, покупаем там дешевое что-то, кто-то покупает качественное, если имеет больше денег. Но смысл в том, вернее, смысл не в том, что для людей даются дешевые товары, распространяются, а в том, что хозяева этих сетей, этих корпораций, которые владеют этими сетями, они начинают чувствовать себя богами, они начинают влиять на политику государств, потому что они покупают, имеют возможность покупать чиновников, они имеют возможность покупать судьи и политиков, они начинают владеть миром. То есть представьте себе, что существует группа из ста человек, которая настолько богата, что имеет возможность влиять на все в этом мире. И тогда весь процесс, как бы, хорошего дела, удешевления товаров для людей, то есть купить дешевле – это очень хорошо. Мы живем в материальном мире, не будем заниматься гипокризией. Нам интересно иметь качественные и дешевые товары. То есть, живя в Европе, можешь иметь достаток примерно 1000 евро или долларов в месяц. Ты можешь купить гораздо больше, потому что дешевых товаров больше, чем человек, имеющий 2000 долларов, богатый где-то в Азии. Потому что там есть пошлины, налоги, неупорядочено все. Потому что смысл ведь в том, что эти богатые люди, они начинают владеть всем миром. И извращения, которые появляются в этом моменте, да, то есть у меня есть деньги, я могу делать все, что хочу. То есть, я могу купить этого политика и изменить политику для того, чтобы решить все свои вопросы. То есть, жизни людей начинают зависеть от какого-то… Ну, хорошо, смотрите, давайте так рассмотрим вопрос. Есть мудрый человек, который всю жизнь занимался этим и построил некую пирамиду экономическую. То есть, создал сеть этих гипермаркетов и больших предприятий, которые по переработке продуктов, которые на местах существуют. Создал сеть, умная голова, все хорошо. У него родился сын, которому это передается по наследству. Ну, маленький же глупый человек, который растет в полном достатке. Он начинает там принимать наркотики, он начинает это… Он чувствует себя Богом, человек несовершенный, да. И потом к нему, этому человечку, приходит власть от Папы. Приходит власть, и он, по своему усмотрению, чувствуя себя уже абсолютным властителем мира и возможностью покупать всех и вся. И при этом еще начинаются такие вещи, как создание организаций, которые помогают в государствах выходить на политиков, бизнесменов и оказывать услуги посреднические между бизнесом и политикой определенного государства. Они тоже глобализируются и начинают расползаться, это фонды определенные, это масоны, это старая формация, которая существовала ранее, несколько веков. Сейчас она как бы отходит, но остается примерно как анахронизм христианства в этом мире, который не играет никакой роли, как бы, но еще существует. Да, кому-то помогает, самым бедным. То есть их оставили для того, чтобы поддерживать эмоционально определенную часть населения, которое вообще не имеет эмоциональной поддержки. То есть потеряла, потеряла. И получается так, что мир все больше закручивается в глупости. То есть дети, которые не имеют опыта достижения определенных целей, они получают власть над миром. То есть дети олигархов, дети этого, начинают понимать власть. Это и есть процесс глобализации, негативная часть этого процесса глобализации, который в конце концов приводит к тому, что в жизни людей появляется насилие. Когда государство начинает входить в семью, когда оно начинает давлять на каждом этим самым, на каждом процессе в жизни человека. Ну представьте себе, жил свободный человек, можешь поехать в тайгу и там себе домик построить, жить свободно, что застрелил, все сделал, пришел, когда захотел, тогда что-то сделал. И вдруг тебя вставят в рамки зоопарка, когда тебе из законов создаются такие условия экономические, когда ты не можешь не работать. Ты должен, 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 ты везде все должен. А чтобы тебе не было плохо, тебе как бы чувство неудовлетворения у тебя не возникало, какое-то недовольство от какой-то политики, власти, тебе дают возможность в руки оружия. Профсоюзно ты должен бороться как бы от имени каких-то определенных людей с системой, которая должна тебе больше платить. Да, они тебе отстегнут этот доллар после долгих припираний, то есть они тебе могут это сделать сразу, но он будет выглядеть так, чтобы ты почувствовал победу, чтобы ты получил этот лишний доллар за свою работу. И они дают ориентируют человека в сексуальную его экзистенцию. То есть занимайся своими сексуальными проблемами, воюй за то, чтобы иметь возможность там быть гомосексуалистом или там педофилом. Воюй за это, вот тебе поле для деятельности, ты маленький человечек, тебе этого достаточно, а мы делаем деньги, мы решаем твою судьбу и правим миром. То есть олимпийские боги, которые возникают в этой системе глобальной, да, вот они начинают, начинают как бы извращать все в этом мире. То есть они начинают искусственное создание каких-то, их создание, реализация концепции, возникающих в их головах. Вот представьте, что там в голову стрелило кому-то вообще, и он там начинает иметь возможность, и он вас начинает строить сверху, как вам жить и что вам делать. Вот, и начинает ломаться, то есть так называемая ювенальная юстиция. Что это такое? Ну это, это когда государство полностью бежит под контроль над образованием детей или воспитанием детей, да, то есть ты уже как родитель ничего не сможешь сделать, потому что существует система, при которой есть какие-то правила или нормы поведения, которые не позволяют, ну допустим, если ребенок заплакал два раза, вот сосед звонит по телефону и говорит, что, звонит в определенную институцию и говорит, что там вот издеваются над ребенком. Приезжают, проверяют, а сосед еще это все записывает на какое-то устройство, да, и потом показывает, как, да, вот ребенок несчастный. Ребенка забирают, передают каким-то другим родителям, а лишают родительских прав. Потому что он два раза заплакал, да. Это нехорошо плакать, но добиваться каких-то идеальных каких-то условий для людей, создавать их, ну это самое, ну то есть всем разное. Если мы хотим гармонии, то мы стремимся. Если мы не умеем, то живем как живем. Создание идеального общества, это, в общем-то, возникает желание только у очень богатых людей, не считая Карла Маркса, да, который просто не хотел, он описывал мир. А люди, которые это читают, они просто думают, вот бы создать хорошее, идеальное государство. И в их головах концепция те разрастается до такого момента, до такого уровня, что они начинают, у них появляются спонсоры, и они начинают реализовывать свои программы. Тогда горе на, горе людям обычно, то есть это самое, нас начинают прессовать, нас начинают это самое. Вот это, в этом вся проблема глобализма. То есть, когда власть приходит в руки к узкой группе экономически очень богатых людей. Но еще существует такое понятие, вот все знают, что это демократия, да? То есть демократия это дымовая завеса этой олигархии, которая правит миром. То есть они делают свое дело, а людям рассказывают сказку определенную. И они, вот именно, и создаются идеи политические. Вот свобода, это само все, люди живут. Сказка хорошая, люди беднеют. Но они из этой сказки не выходят. Они в этой сказке и живут. А те, которые владеют миром, они сказку эту передают в другое место, где люди по-другому живут и показывают. Вот, смотрите, у нас есть хорошая сказка, вот, и это самое. А у вас, вы до этой сказки не дотягиваете. А хотите жить в этой сказке? Давайте, пожалуйста, вот, принимайте демократию. Какой-то часть общества живет, да, да, хорошая сказка. Вот бы нам бы так жить. Давайте революцию делать, давайте власть снимем и будем жить, как это самое, как в этой сказке. Потом, когда оказывается, что сказка рушится, как вот сейчас вот при Трампе, да, и оказывается, что проблем-то в этом сказочном государстве не меньше, а гораздо больше, чем в этом государстве, который живет по каким-то своим законам больше, и убийств больше, и преступлений больше. Так в чем разница? Только в том, что кто-то умеет рассказывать сказки, а другие ведутся на эти сказки. Или проблема в том, что кто-то имеет деньги и решает с помощью этих сказок и сказочников, политиков, да, кому рассказывать какую сказку. То есть глобализм – это проблема номер один для человечества в данный момент. Никуда мы не денемся, глобализация будет существовать. Но условия, которые мы можем поставить, или, проще говоря, чем больше людей выйдет из сказки глобалистов, которые они используют, тем будет проще жить людям. То есть нужно освободиться от верма рабовладельцев. То есть они боги, а здесь рабы живут. Вот, во-стану работает восемь часов, которые должны, 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 должны правила. Если мы начнем понимать это все, то есть никакая не революция, никакая не борьба не может ничего сделать с пониманием, просвещением, просвещением общества, людей. Только просвещение ведет к освобождению и к нормализации, то есть нормализации жизни. Продолжение следует...